Сатир, кентавр, прекрасная Афина и не менее прекрасные нимфы. В атмосфере античной Греции прошел финал самого громкого проекта весны, масштабного конкурса красоты «Мисс Курган Ру-2013». Даже для организаторов имена победительниц оставались тайной до самого конца. Выбор и той, и другой красавицы был сделан там, на финале. Вечер начался с самых маленьких красавиц. Первой свою корону получила обладательница титула «Мисс Принцесса». Ей стала Анастасия Морозова. Партнер проекта сеть развивающих игр «Почемучка» учредил свою номинацию «Мисс Почемучка» и поздравил сразу трех юных красавиц – Варвару Воробьеву, Оксану Шумилину и Викторию Рыжкову. Курган у нас очень славный город. У нас на самом деле очень симпатичные, умные, хорошие девчонки. И хочется, чтобы это все видели, в принципе, не только в Кургане, и в области за пределами по всей России. Все симпатичные, все умненькие, все молодцы. Видно, что добиваются сами. Титул «Мисс Юность-2013» достался Надежде Михалевой. Ее рассказ больше всего впечатлил партнера номинации «Школу иностранных языков ОК». Как бы я имею давно склонности к английскому языку и как бы попросили написать о себе. Я не думала, что я о себе могу столько рассказать. Ну, выложила свои силы, как могла. Это безумно интересно и безумно красиво. Столько красивых девушек весной, когда хочется, не знаю, чего-то такого, ну, просто чтобы глаз смотрел и наслаждался. Нам очень нравятся проекты Курган.ру, любые проекты, когда что-то вот так вот динамично развивается, все в движении. Партнером номинации «Мисс Очарование» компании «Главстрой» больше всех понравилась Александра Подгорбунских. Кроме номинации, Александра получила и сертификат. Конечно, внешний вид для девушки каждое что-то значит. Ну, харизма, харизматичность. Ну, и вообще каждая девушка, чем должна обладать умом, харизмой и красотой. Титул «Мисс Роскошь» получила Эльвира Галиулина. Красавица любит участвовать в рискованных проектах. Партнером номинации выступил Центр снижения веса доктор Гаврилов. Натура такая авантюрная. Всегда люблю побеждать и участвовать в таких интересных мероприятиях. Ну, я думаю, люди все-таки голосуют сердцем. Я призывала их делать именно от сердца, и поэтому, я думаю, они выбрали самых лучших. Мне кажется, что это самый прекрасный праздник, который есть у нас в Кургане. Самый замечательный праздник красоты и молодости. Я очень люблю этот праздник наш, именно курганский, потому что вот все самые красивые девушки сегодня собраны здесь. Самой модной участницей проекта и победительницей в номинации «Мисс Фэшн» от салона «Кожа и Меха Подиум» стала Оксана Есипенко. Ей партнер проекта подарил стильную кожаную куртку, которую Оксана примеряла на испытании. Результат меня очень сильно порадовал. Просто спонсоры, которые меня выбрали, которые мне подарили данный подарок, меня очень сильно порадовали. Они просто угодили вот в самое сердце. Свадебный салон «Виктория» в своей номинации «Мисс Свадебная жемчужина» отметил сразу трех девушек. Васа Полежаева, Валерия Горных и Марина Муштаева получили сертификаты на покупку в салоне. Нам было приятно принять участие в этом проекте. Уже 10 лет наш свадебный салон «Виктория» предлагает невероятный выбор свадебных платьев для наших замечательных невест. Еще раз мы убедились, что наши курганские девушки самые лучшие, самые красивые, наши жемчужинки. Мы надеемся видеть их в нашем свадебном салоне. Партнеру номинации «Мисс Бест Вижн» одноименному салону в санцезащитных очках больше всего понравилась Мария Шашлюкова. Ну это риск, возможно риск. Вытепло-то там люди и на камере поработать. Ну это, наверное, больше всего привлекает. Ну победа еще. В прошлом году участвовала, поэтому у нас была с камерой работа. Ну было страшно. Вот. А потом, когда привыкаешь, нормально. В целом ничего страшного нет. Титул «Мисс Клеопатра» достался Наталье Баранчук. Девушка больше всех понравилась партнеру номинации «Сети салонов лазерной эпиляции Клеопатра». Мне было просто интересно поучаствовать в таком проекте. Потому что он уже идет три года, насколько мне изменяет память. Вот я решила наконец поучаствовать. Какой бы красивой девушка ни была, мы еще более помогаем ей становиться более открытой. Еще больше вокруг себя собирать восхищенные взгляды. Поэтому мы любую девушку, женщину были бы рады видеть у себя в салоне. Посетителям сайта Курганру понравилась Репсине Петросян. Она и стала победительницей в номинации «Мисс зрительских симпатий-2013». Моя главная цель в этом конкурсе была победить. И я достигла этой цели. Я выиграла в номинации «Мисс зрительская». Я забыла номинацию. Мне очень приятно. Я хочу сказать всем большое спасибо, кто за меня голосовал. За интеллект получила свою награду Елена Сенченко. А партнером номинации выступила школа скорочтения. Ну, наверное, я себя проявила как-то более разумно, чем другие девочки. На самом деле это очень сложно, кстати, в таком конкурсе определить интеллект. Но они как-то смогли. Они проходили очень сложные испытания на всестороннее развитие личности. Как на иностранном языке, так и на русском. Ну и, в общем-то, показали очень хорошие результаты. Мисс перевоплощением стала Валерия Горных. Приз за победу в номинации был предоставлен школой-студии «Меланж», которая отвечала за макияж и прически всех участниц в этот вечер. Вы знаете, все участницы красивые девочки. Легко было делать макияж, легко было продумать образ и так далее. То есть никаких проблем с этим не возникало. Ну, девочки по-разному капризные, потому что они красивые. Я должна сказать спасибо организаторам за вот это просто чудесное испытание, необыкновенные эмоции. В общем, все переполняет. И я очень рада, что я поучаствовала здесь. Обязательно приду на следующий год. Имя победительницы в номинации «Красакурган.ру» назвали представительницей генерального партнера проекта торговой сети «Бельканту». Потому что мы всегда за красивое. Мы работаем с товаром, который предназначен для женщин. Мы работаем с красивым. И нам хочется красивое дарить красивым. Обладательницей титула «Красакурган.ру» стала Екатерина Старикова. Хочу спасибо сказать девочкам, с которыми я прошла этот нелегкий путь. Недолгий. Недолгий действительно, да? Я вообще очень рада. Спасибо большое «Бельканту» за то, что... За все. Спасибо большое всем спонсорам, всем партнерам, всем людям, которые сюда пришли. Мамочки, мои спасибо. Победительницу проекта определила слепая удача. Имена трех фавориток народного голосования были заложены в античный сосуд. И счастливецу вытянула победительница прошлого сезона Кристина Пестерева. Ей стала Наталья Каблукова, которой и предстоит отправиться на греческий отдых. Потому что это страна бобов, потому что там очень красиво, потому что Турция, Египет, это уже все примитивно. И мы решили удивить человека. И там действительно здорово, чтобы он хорошо отдохнул. Путевку в заветную Грецию вручил генеральный директор туристического агентства «1001 тур» Дмитрий Карпов. Мы предлагаем путевки в самые красивые места мира для самых красивых девушек. Поэтому мы всегда будем поддерживать такие конкурсы и участвовать в качестве партнеров проекта. Для самой Натальи победа оказалась неожиданной удачей. Я не ожидала, конечно. Но меня порадовало очень сильно. Я счастлива. Да я не знаю, у меня нет слов. Это полная неожиданность. Дело не во мне, дело в поддержке. Много народу проголосовало за меня. Я вообще счастлива, что поддержала так много народу. Наталья получила и еще один приз. Какая красота может быть без хорошего и комфортного отдыха? Фабрика комфорта «Норд-Вест» преподнесла победительнице один из своих лучших образцов. Наша компания предлагает всем конкурсантам крепкий сон на наших матрасах. Что так необходимо для конкурсанта и для каждого человека? Эксклюзивные букеты участницам были предоставлены салоном цветов «Надежда». Я думаю, красота спасет мир. В нашем мире все так неспокойно. То наводнение, то крушение. Я думаю, что я представляю цветы в этом конкурсе. И цветы – это та же красота. На всех испытаниях красавец поддерживал официальный партнер проекта – компания «Потючков». Красота и изящество – это как раз то, что присутствует в мебели, которую выпускает компания «Потючков». Так что всех приглашает «Потючков» в свои мебельные салоны в Кургане. Проект «Мисс Курганру» продолжится в следующем году. До встречи!